Дай почитать. Разумеется, есть и досадные упущения, ну, например, бумага газетная. Время действия точно не определено. Скорее всего, это начало 20 века. Перед начальником петербургского уголовного сыска Иваном Дмитриевичем Будылиным, так и вспоминается Путилин Иван Дмитриевич, встает трудная задача срочный доклад перед градоначальником и министром внутренних дел. Причина какая-то чертовщина, которая происходит в городе Энске. Серия убийств все в течение последнего месяца, все определенно совершены одними тем же человеком. Предположительно, убийца-одиночка, явный маньяк, отличающийся особенной жестокостью и некоторыми хирургическими способностями. Жертвы разного пола и возраста никак между собой не связаны, объединяет их одно. У каждой из них с медицинской аккуратностью отделена голова и из глазниц извлечены глаза. Кто сможет расследовать эти зловещие преступления? Будылин знает точно такого человека. Это старший агент соскной полиции Петербурга Роман Муромцев, имеющий опыт расследования серийных убийств. Вместе со своими помощниками, среди которых незабываемый отец Глеб Муромцев, попытается вникнуть в мотивы жестокого психопата-садиста. Читатель ожидает встречи и с представителями различных религиозных сект, и со спиритуалистами, и с заточенным в подземелье сумасшедшим князем. Казалось бы, вот он, преступник, найден, но нет, сюжет неумолимо идет дальше. Ловцы черных душ обнаружат преступников, у которых были, как им, преступникам казалось, высокие и прекрасные порывы служения искусству. Порывшись в интернете, узнала, что уже опубликовано дело о чертовом зеркале, дело о медвежьем посохе, дело о золотом сердце, дело о трех рубинах, дело о сумерках богов. Значит, интуиция меня не обманула, и ощущение сериальности нашло воплощение в ретро-детективах Георгия Персикова о романе Муромцевой «16+.» Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65, Ленина, 103А, Луганская, 53 и Волкова, 6А. До новых встреч! Дай почитать!